Как быстро время летит Будет с рекламой Потому что, к сожалению, отмонтировать ее Вымонтировать я не могу Кто у нас ушел? Асташонов И я тоже Надо было Закрыть дверь, чтобы соседи не подслушивали Ты душа компании, ты поешь, как мармелад Асташонок ушел, значит, должен уйти Лагутин Да? Да, я знаю, что он Лагутин Я об этом узнал только в предыдущем концерте Потому что я всегда думал, что он Агутин Господи, Савичева уже Наклюкалась-то, глянь, уже вот только вышла Что одета на Гагаре? Пожалуйста, я умоляю Я, конечно, сам сегодня не этот Не Марлен Монро Вот задача есть задач Для ток-шоу, сериалов, музыкальных передач Если ты сейчас смеешься Если весел, полный рост Она еще в желтом Прям такой желток дрожащий Слушайте, он всегда в шапке А почему он в шапке? Кто знает Я понимаю, что в 2000-х это был стиль То есть на стиле шапки и в здании Ну, то есть как бы вообще это было как аксессуар Но он вечно в шапке Вот кому бы я шапку одел, так это Семенову Потому что его постоянно вот эти потные пивные Слепные волосы Я прям ощущаю запах Сука, прошло только минута реакции Уже все, уже можно блочить Но клиток-литый продюсер На тебя видать запал А, я еще вспомнил, что мне нужно сидеть где-то вот здесь Вот, чтобы лицо было Видно, потому что здесь видео Земниковы наконец-то волосы эти сделали Леджендари Но ей идет, конечно Это айконик Стрижка этой фабрики Ребят, кстати, я помню Когда я смотрел фабрику звезд В детстве Вот эту Я не мог отличить Темникову Серлееву И Гагарину Вот именно из-за стрижки этой Да Еще у Волковой Точно-точно Такая еще Но это мода была, да Привет Ты звезда Ты звезда Давай народ порази Круто ты попал на ТВ Ты звезда Ты звезда Давай народ у ТВ Круто ты попал, круто ты попал Круто ты попал, круто ты в ТВ Круто ты попал, круто ты попал Круто ты попал Ты звезда Здравствуй, Фабрика 2 Здравствуй, Фабрика 2 Приветствую всех зрителей Первого канала Приветствую тебя Ой, Чурик, вот такая здесь я вышла на Пикадиле Сегодня пятница, вечер А это значит, в прямом эфире Первого канала работает Фабрика 2 У нас отсчет на выборный концерт Фабрика Звезд Это самое мирное на свете предприятие Которое производит таланты Талант это наше оружие Музыка, наша профессия Меня зовут Яна Чурикова Я ваш проводник в этом безумном мире Фабрики Звезд А эти ребята ваши герои И я представляю всему миру И вам еще раз Нацист Пьер Камерун Рубашка охуенная Алексей Семенов, Нижний Новгород Она вот как Шилов Вот нет, она как вот Знаете, вот это вот Бррр, как это Ну, бор В общем Что-то кручится, блять Вот такую вот скорость Платье прям по канонам По канонам Двухтысячных Постол этот был вообще в топе Ладно По-моему, он был в номинации Значит, скорее всего, он уйдет А, нет, получается Кого оставят сейчас Те в номинации, да, должны быть А Гутин не уйдет Получается Ага, у нас остается Волкова Перецхалава И какой-то маленький шкет Знаете, что идет Либо Волкова, либо Вот он Потому что Перецхалава Я помню, он еще Вову Чуву Не спел Алло, из Семенова Я не помню, что она вообще пела на фабрике Я тоже не помню Мне вообще не кажется Не знаю, как для кого повернется судьба Но, может быть, после шоу Кто-то из ребят отправится во внешний мир А кто-то останется на фабрике звезд И продолжит обучение Вы, господа телезрители, имеете право Мне такое ощущение Что фабрика 2 Вообще самая хитовая По выпуску именно О хитовых исполнителей То есть у нас там Что Терлеева Что Терникова Что Гагарина Ржевская У нее был хит Перецхалава Был хит Шандевин Шоколадный Зайк Был их Слушаю Ксавичева Если вы хотите оставить на фабрике Дима Просковина Ваш номер 8809-505-801 Если Юлия Волкова По вашему мнению Должна остаться у нас То 8809-505-80-003 880-555-2525 Лучше попросить Чему кого-то занимать Это не реклама 8809-505-80-03 Таковы условия Нашего зрительского голосования Запомните эти номера Они вам еще пригодятся Как вы знаете Все наши пятничные концерты В последнее время Они посвящены Какой-то такой теме На сей раз Тему пятничного концерта Нам подсказали Не сами полуфабрикаты Вы понимаете Наверное о чем я говорю Потому что Только не песни военных лет Только не песни военных лет Я поняла Что если в стране Что-то происходит То в звездном доме Это происходит В концентрированном виде Если в стране весна То в звездном доме Весна в квадрате Если в стране Любовь шествует по планете Песня о любви В звездном доме Любовь в кубе В них столько неправды Один совет Красивым концом Я надеюсь Будет мало баллад Потому что я хочу драйва Так вышли уже Глянь Стрелки Не стрелки Нет А это танцовщица Чуть-чуть не считается Хотя всего лишь Чуть-чуть не считается Пугачу Королева А в 15-ти станет уже 14 Давайте предоставим слово Самой певице Наташа Королева И Нарцисс Пьес А я помню Вот эту вот Ее под Оренбичную Такую песню Чуть-чуть не считается Господи Вы помните Как в моде Были вот эти вот Кепи Или как это Как называть У всех Просто Она похожа Если Вы знаете Была такая Контабиторная игра Фабрика звезд Она так и называлась И в общем Там Можно было Создавать Своего Фабриканта И вот Пугач Наташа Короче Похожа На Того Кого я Создал Вот точь-в-точь Тоже самое Все И волосы Такие же Даже А жизнь Продолжается Чуть-чуть Не считается Теперь Мы с тобой Если кто-то Из вас Был На Хоть Каком-нибудь Отчетном Концерте Любых Фабрик То Отпишите Внизу Ваше Впечатление А еще Я хочу узнать Не хочу Ничего Узнать Все Что Это Его Как будто За яйца Тянут Извините Ничего Это Это Беда Но Просто Грустно Иногда Это Специально Сделано Было Или Что То есть Это еще И фанера То есть Это Не вживую Он просто Типа Сейчас Я возьму И Прикольнусь То есть Они записывали Это И сказали Давай Хайбут Не забудем Это Как страшный Сон Будем Считать Что Мне Это Послышалось Мне так Нравится Как у танцовщик Сзади Микрофон Типа Они поют Бейк Вот Эти Я в припеве Его вообще Не слышу Возможно Слава богу А Что Я хотел Узнать Те Кто Был На Отчетная скажите пожалуйста он то есть вас запускают зал концерт и все то есть сейчас так полтора или там типа пока они все подготовятся пока вот это типа вам сказали что начинается в 12 а начали в 5 я вот это хочу именно по организационным моментом как было наташа очень похожа на наташу медведеву глянь очень ой зайчики мои гляньте куда стоп цветов живые главные это главное что может быть жизни вот если бы александр сергейч пушкин 180 лет назад не написала не петровне керн и сердце бьется в упоение и для него воскресли вновь и божество и вдохновение и жизнь и слезы и любовь то мы бы не знали как назвать наш сюжет о жизни в звездном доме название для сюжета является последняя строчка этого четверотичья и жизнь и слезы и любовь на фабрике звезды единственная любовь оттуда я помню это очень странную запретную любовь семёна востебниковой мадам данной и разсказ о встречала с нарциссом Какие-то инсайдеры. Чудеса монтажа еще тогда удивляли меня, конечно. Малышка, я на фабрике живу. Меня никто не любит. Как не похоже на объятия прикосновений этих рук. Так гладит кошек или птиц. Я навесил бабочку. У бабочки два крыла. Нежными крыльями бабочка мир большой пьет. Не всегда так скучно смотреть про романтику и любовь. Потому что это настолько прозаично. Заебало уже. Семенов, успокойся, пожалуйста. Я не могу это снять. Зачем это надо было говорить? Сколько ему лет было там? 35? От силы. Я имею ввиду от 35. Черные. Угу. 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 Боже, что ты. Футболку хочу одеть, а то это лошара. Ооо. Ооо. Угу. 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 это не то что вы подумали это я волосы красил это давно было зеленый крокодил я подумал у меня деньги сняли вот представь артист такую ситуацию год это 79 80 ты где-нибудь для своего зеленого крокодила ставишь моднейшую просто тогда песню группы и рапшин под названием one way ticket а тут приходит какие-то я не люблю эту песню не люблю прям вообще честно говорить я бы удивлял но я думаю это стоит смотреть стоит смотреть гагариной жарко в этом смотрите это вязаная штука в чревичках там или что премьер-министр да фанерка молодец молодец вот это забавно все эти вернутся в двухтысячные русскую попсу да как джукс джексон движения такие у всех были интересные конечно понятно это все было возбуждено и вдохновлено наверно рэнби то есть это вот все это прямо рэнбишная тема не люблю эту песню и не потому что она из тех времен а просто потому что она какая-то может из-за того что ее любила моя бабка которая меня абьюзила и узнает что я закурю глянь не любит он эту песню слова блять знает даже здесь даже в куплете спорим это специально сделано было ну то есть это фанера и они специально сделали так чтобы люди подумали что это не фанера это была ставка это было запланировано это видно было потому что это фанера максим фадеев конечно про туман тот еще я же вижу что это специально было синий 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 и век на провода не ведет на синий синяя звезда синяя вода что бы так сказать только в небе в небе темно синий интересная опыт у него синий Он не смог даже попасть. Меня не разведёшь, Тирлецкая этого не заметила, а я замечу, поверь. Удачи! Удачи всем! Всем удачи! И всем вам удачи! Примирный министр! Благодарим! Кристиан Ленин, спасибо тебе большое! Молодца! А что касается синей птицы удачи, то, конечно, она понадобится всем участникам проекта Фабрика Звёзд. Из Венеции. Нет! Ну, конечно, откуда-то оттуда. Ленин, Кристиан. Да, друзья, вы должны поймать свою синюю птицу удачи сегодня за хвост, но мимо кого-то она всё-таки пролетит. А весна и любовь продолжает свое шествие по Фабрике Звёзд. Понятие весна и любовь – штука интернациональная, лучшее тому подтверждение. Артист-сюрприз, который не запланирован, скажу-был честно. Просто у него завтра концерт в Лужниках, поэтому пройти мимо Фабрики Звёзд он ну никак не мог. С горячей ямайский парень. О боже, мистер Бумбастик, фантастик. Реал Ван! Слепый натуральный Шеги на Фабрики Звёзд! Нихуя себе! Шеги здесь, на Фабрике, на третьем концерте. Шеги здесь, на третьем концерте. Слепый натуральный Шеги. А это хай-секси леди? Конечно я знаю эту песню Кто не знает, я раньше был диким фанатом black music, так сказать, R&B, soul, джаз, хип-хоп Я сейчас тоже фанатею от всего этого Наверное от хип-хопа уже не так, а все остальное Ой, какой дядька, сколько ему лет? Out of control Что тому зло, очень тихо играет, очень Ой, я подумал, знаете, кто этот? Не Джон Ледженд, а Крейг Дэйнед Еще был кто-то Вообще он похож на, знаете, исполнителя Марио Музыка где-то прям сзади, очень сзади То есть вы слышите сейчас вот так же, как я ее слышу Вау, Белецкая моя девка Белецкая там и всяк, и так Вы, кстати, в курсе, что Белецкая сейчас ушла, короче, тоже как и оставшонок в христианство Вот, и по-моему поет в церкви Несмотря на то, что, повторюсь, в третий выпуск У нее был клип с Борисом Моисеевым Sexual Revolution Порнографический Ну, все мы когда-то придем к единому Как говорится Ну, не все мы к единому, но Знаешь, кому надо было поставить с ними? Перцхалапу Да? Я не думал, что в 2003 году русские люди знали английский язык Это была самая тупая фраза, которую я мог сказать За всю историю моих реакций Да? Мне кажется, что Иракли прямо обижен, что его не поставили с ними Это прямо его стайл Это реклама у меня спит, значит, мы умрем Эта реклама, она похожа на какой-нибудь, типа, рекламу Винос Типа, станок, все дела Такие ноги у модели, прям ух Ты поступаешь так же, если не... Господи, одна ее нога выше меня Реально Смотрю на Ставича, господи, ей лет 11 здесь, она очень молода И экзамен для тех, кто сегодня уходить не собирается Итак, сегодня, прямо сейчас, для Полины Гагариной и для Жени Рассказывай Состоится мини-зачет по акафельному многоголосию Или как хотите это называйте Принимает зачет профессор, доктор наук музыкальных Надежда Бабкина и ансамбль русской пикни! Блин, будет фанера Она начала, не начала вовремя фанеру, говорю Бабкина всегда поет под фанеру И это странно Из-за того, что у нее действительно есть голос Народный такой, прям открытый Такой, гуляй, страна, блядь, раступись, говно Вот это вот все Почему, из-за, почему она постоянно с фанерой? Только я в этот вечер Это было забавно вначале Такой, палево Я думаю, что люди в студии не дураки И понимают, что это в любом случае Все фанера здесь Ну, практически, прям вот так Только я в этот вечер Посиделась одна Вспомни, мой ненадзятный Как тебя я любила Мне казалось, что счастье Уууу, я вспоминаю Деревню свою, естественно, конечно Что я могу еще вспомнить Я помню, были вот эти вот застолья Бабушка и ее подруги И прям вот сидят и запевают Правда, они петь абсолютно не умели Но вот эта вот сама эстетика Такой, блин Дух такой, прям Дух старости Ну, я имею в виду не старости Дух вот древности Древности А, теперь я понял Почему они в платьях Таких Я почему-то вспомнил выступление С фабрики звезд 4 Бабкиной И Тимати И это было достаточно интересно Такое смещение жанров было Какая худая рассказывала Боже мой, я мечтаю только о таком Ну, типа, я худой Но если я что-то съем То у меня прям сразу же Прям сразу Многоголосие действительно вставляет Прям, ребят Флер какой-то сразу же Такой вот Полевой Какой-то вот домик стоит Какая-то вот скамейка разрушенная, да Дуб, например Подожди, подожди Мне понравилось Мне понравилось Безусловная проверка для голоса Девочки выдержали ее достойно Ну, они в студии выдержали Они на сцене Давайте врать народу, а И так всю жизнь все врут, блядь Просто так Это именинницы этой недели Простите, я не прав Именинницы этой недели Я их и не поздравляю Потому что Вы представляете, как судьбоносно складывается Их жизнь У них день рождения в семье В большой В большой семье Пабрики звезд И я им желаю удачи День рождения кого? Спасибо, Алена Спасибо, Русские Спасибо, Русские Поздравляем Куда же Маша жительская Выдет сюда Ай-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най Домс-день рождения Домс-день рождения А, у Ржевских Спасибо, девчонки Мы вас поздравляем Мы за вас искренне болеем Говорят, что Есть на поле Днем рождения Люди становятся не старше Есть грибами порой Правда здесь На фабрике звезд С каждым днем Все, вообще не помню Мне так нравится профессиональность Чуриковой, она разговаривает без запинок абсолютно, не вспоминает ничего, у нее прям идет все. И это настолько у нее выглядит харизматично и просто очень, хотя на самом деле это жопо. То есть мне, допустим, вот я уже сколько на ютубе? Почти год, я все еще, врубается камера, я все, у меня все из головы, все. И люди думают, что я идиотина, а на самом деле я нормально разговариваю, я просто вот не могу так пока что. Боюсь что-то лишнего взморознуть. Точнее, не лишнего, это уж точно, а боюсь не так что-то сказать в плане фразы. Не все получалось, но мы старались искренне. Нарциссу, в принципе, профессиональный человек, он умеет делать шоу. Самый удачный, на мой взгляд, номер, это был номер Полина Гагарина со студио. Да, 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 вы помните мою реакцию, то песня охуенная, Гагарина добавила в ней сон, хотя у Грифис и так там был такой сон, сон. Почитаю этот номер. Очень хорошо с ним справилась, это был довольно-таки органический, на мой взгляд, и энергичный. Полина, Столина, и настолько слизь, а ну как? Номер, блин, а. Из-за маленьких, что эта игра была не оторвать, была неколепна, энергетика, безумная энергетика, хорошая, положительная. Мне не нравится то, что делает Ассо, мне не нравится то, что сделал Ассо. Очень-очень, очень нравится. То есть это было как раз в точку. Потому что была вот эта фишка, что они начали акапельно, потом перешли на... Вот это вот меня, как фаната R&B, просто разорвало. Мурашки опять. Бэйби, алё, ну пожалуйста, я не хочу ещё. Я правильно поняла ситуацию. Полина, Гагарина! Была признана... Мне кажется, Гагарина знает о том, что она самая здесь колоссистая. Я чувствую в ней прямо уверенность, уверенность. Мне кажется, она даже уверена, что... Не просто так, а собственно и комедит. Что она прямо выиграет. Если судить по вокалу. Да, блин, она здесь и харитматичная ещё. Мы обязуемся выгонить твоё желание, которое ты сейчас загадаешь. Я бы очень хотела обнять свою мамочку. Мамочку обнять? Подожди, а мамочка в студии здесь? Она сидит, да. Выходите сюда, давайте прямо сейчас... Вы бы тоже это выбрали или что? Я вынуждена пойти... Я, мне кажется, 16 лет, был бы только рад уехать от мамочки. Но таково было желание. Победительница хит-парада. Лучших номеров прошлого пятничного шоу. Вы знаете, я могу вечно говорить, чтобы Полина вечно обнималась со своей мамой. Но я могу, к сожалению, не выделать. Спасибо вам большое. Вам придётся сейчас разлучиться с дочерью ненадолго. Баби, я чувствую... Баби, я знаю... Тара-та-та-та-та... Её мама похожа на какую-то актрису, да? Прекрасно. Лёша Семёнов, вот ты теперь посмотри в мои честные глаза. Посмотри. Посмотри. Видишь? Видишь? Близко видишь. Хорошо видишь. На фабрике звёзд, верь мне, выполняются желания, исполняются мечты. Ты хотел всё это время пить на шоу? Ты будешь пить на шоу? И помогать тебе прямо сейчас будет труппа в дискотеке... Джинсы у него вообще... Заказал вот такие же советы, а пришли какие-то по щиколотку, блин, и не трупы прям вот такие, а вот так вот. Я хочу прям вот такие до пола. Не фанера. Ну это было бы странно, если бы они фанерой бы ещё уюбанули. Как эти, как и отпетые мошенники. Типа там, в принципе, петь нечего. Я не могу Семёнова, ну честно. Как-то вот... И не потому, что он отбил у меня мою любимую темнику и вышел за неё там. У них партийные зоны, давай покажем этим, пишем нам вас. Как-то вот, я не знаю, не стыкуется у меня с Патрика Звёд и Алексей Семёнов. Никуда не зерцем, а съешь не стилюем. А завтра мы поедем с концертами. Не понимаю, что за песня. Не помню такую вообще, о выпуске аварии. Ну я слышал эту песню, но я её так себе помню. Не плю от меня, чё-то. Господи, Семёнов, выдохни сейчас и в твоём возрасте успокойся. Тудым, всюды, нога вправо, нога в... Семёнов, 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 и в твоём возрасте успокойся. Семёнов, семёнов! Семёнов, доходы, 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 доходы! Эй, девчонки, что смотрите в окна, Зачем красивые так мучить пацану в пустыне? Ихо маньяки на Австриях отлады. Я не слышу голоса Семёнов здесь вообще. То есть такое ощущение, как будто я смотрю выступление в дискотеке аварии без кого-либо, да? Мне кажется, он скрывает, да? Он специально скрывается за их голосами. Потому что он боится и не умеет. Всё. Всё. Я не могу, меня смущает это пятно. Я боюсь, что вы подумаете что-то обо мне. Но это не то, это реально от краски для волос, когда я окрасился в блонд. Вот. Ещё сзади должно быть. Это нету. А, да, спасибо. Это же как-то и прошёл этот номер, и прошёл, и бог с ним. Абсолютно. Ну давай, может быть, на следующем шоу ещё что-нибудь споёшь? Или тебе уже хватит? Обязательно. Ах, какой ненасытный! Лёша Семёнов! Дамы и господа, вы уже из моих ежедневных вам рассказов. Вы знаете, что на фабрике звёзд работает горячая линия, куда вы можете всегда позвонить, и тут начнётся такое в вашей жизни. Подробности прямо сейчас. А сейчас внимание, горячая линия фабрики звёзд продолжает свою работу. Звоните и возгласите... А в это время, пожалуйста, поставьте мне лайкосик, я умоляю. Вам не жалко, мне приятно. Вот. И это важно для продвижения видео. Пожалуйста, мои... И подписывайтесь на мой телеграм-канал, кстати. Там я кидаю свою любимую музыку, и также можем с вами там общаться, как на духу. Я всегда доступен. Весна, любовь, на фабрику звёзд 2, я прошу вас всех пройти. У нас здесь бедно позитива только для вас. Знаете, зрители, наверное, у нашей программы всё-таки разные. Большая часть народа смотрит на ребят просто беспристрастно. Хотя, наоборот, наверное... Не, я любую хуйню вижу. У меня говнистый характер, я прямо всё плохое сразу вижу. У них сильные нервы. Хотя это просто, наверное, распространение от преподавателей фабрики звёзд. Вообще, я так думаю, они волнуются больше всех, потому что они с ребятами работают каждый день, а по пятницу наблюдают за их прогрессом. Итак, педагоги фабрики звёзд. Максим Падзеев. Марина Слуцкер. Почему-то всегда. Мне можно сказать, Марина Слуцкер. Лина Арифулина, директор фабрики. Ну, хоть очки оттела, а то в том-этом она была из очков, я её даже и не признал. Педагог по вокалу Владимир Коронко! Видишь, в очках она прямо порно. Прям такая нюфа. Такая училка, которая «Останься после уроков». Это, наверное, его образ. Валерия Ковальзон, сцен речь! Наш преподаватель по этикету, друзья мои. Правильно, девочки, в сцене... Преподаватель в попадании в фонограмму есть, потому что, мне кажется, кое-кому здесь не помешало бы. Сцелист, который отвечает за все волшебные превращения наших полуфабрикатов, Никита Нагимин! И психолог, преподаватель по психологии ЕСКРА, Лине Чакобилия! Ой, мы умираем всего. Вот как раз о Лине Чакобилия я бы хотела бы, чтобы мы поговорили подробнее. Потому что Ле Чакобилия – это новое приобретение, простите меня за такой потребительский слог «фабрики звезд». Но, тем не менее, именно она отвечает за тематический комфорт людей, которые находятся безусловно в стрессовом условии. И вот Ле помогает им как-то сохранять себя в форме, причем в форме умственной души. Либо Латвия. Важнее порой формы физической. Итак, Ле Чакобилия. Чакобилия! Все-таки я склоняюсь ближе к Грузии, мне кажется. Вот станциями, что сейчас, да, урок психологии. Своей нейтральностью могу быть объективным. Господи, убей! Уберите Волкову, я ее не... Фильтрую. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос, сердце мое звучит звенья. Это все впадает так. Медитация. А на кто? Психолог? Мне не хочется чего-то с вами делать. Зачем я здесь? Кто я здесь? Кто не в Соленат? Меня нервы ставят. Я не могу решать их проблемы. Я не смогу, потому что я не могу. Плечи к оберегу. Тогда зачем вы нужны нам? Как бы мы к психологу ходим за решением проблем? Ладно. Она как-то вот ухитряется. Разрядите обстановку в доме в том случае, если она вдруг накаляется, эта самая обстановка. Преподаватель по актерскому мастерству Герман Седаков, он как раз отвечает у нас за то, чтобы выбить, ребята, с состояния стагнации, в которое они иногда впадают. Либо кое-кого успокоить, например, Савичеву. Может быть, не санили собой, а кем-то еще? Актерское мастерство Герман Седаков. Я кусаюсь очень редко. Что находится справа вот здесь? Что-то прям закололо. Грандиозно. А у меня какие-то недоразумения. Я везучий. Меня в жизни всегда везло с педагогами. Быстрее успеваем, ну, что такое? Надеюсь, что ребятам тоже. Я говорю, как нам с педагогой сегодня привезло. Что это было или нет? Кип как мешает тебе. Потому что это тоже... А он еще и репетировал это, ты понимаешь? Из танка. Это прикол было. Это было стопудово. Это пасхалочка была. Я не верю, что они действительно должны были так записать. Вы видите себе в очень короткий срок на всю страну. Да это было или нет? Да, Герман Седаков. Вот некоторые зрители интересуются, зачем на фабрике звезд в месте, где учат петь, нужно актерское мастерство. Ну ты гонишь, блядь, спросила тоже. Бывают песни, которые без актерского мастерства нельзя спеть. Бывают песни, которые нужно прожить. Конечно. Романс относится как раз к такому... Ненавижу романсы. Я думаю, сейчас на сцене будет происходить слияние человека и звука, человека и образа, человека и нерва. Александр Малинин и Елена Темникова. Напрасные слова! Ну я не люблю, я откровенно не люблю Александра Малинина. Хотя я не слышал ни одну из его песен. Я знаю, что он есть, но я никогда не слышал, что он поет. О, сейчас будет типа на шашлычок что-то отправиться, вагончик тронется, перрон останется. Сейчас будет что-то в стиле Розенбаума, да? Там душистый хмель, чайка белая в камыши. Нет? Он на выход, знаешь, типа временские музыканты. Такой вот, он разъезжает с петухом и с ослицей по стране. Присните колдовства В хрустальный мрак Мрак, бока Ой, ты помнишь песен? Я сейчас вам что-то спою, что-то... И теперь я институтка Я дочка Мергера Я летучая мышь, я дешевая, что-то там на-на-на А потом теперь я проститу, вообще вылитая эта песня Я недавно встала Налейте мне еще пухачек Ну, красиво, ну, Темников красиво поет Уууу, пить у него такое лицо здесь было маньяческое прямо у Терникова такой нос маленький вообще прям вот как у мышки мне туфли нравятся ее прям вообще какой у нее голос был звонкий я никогда этого не замечал с учетом ее нынешнего творчества потому что сейчас она особо его не использует ну она прям хорошо она прям вообще молодец прям талантище понять мне не позволите судьбу напрасных слов не торопясь решать Это такая авторская песня, когда ты в метро, на улице, сидишь с гитарой, вот эта история. Я даже не могу жанра назвать здесь. Это авторская песня. А еще так странно, у нее раньше не было глаз, а сейчас есть. То есть у нее раньше всегда вот так было, сейчас у нее вот так. Напрасные слова, нет того же на суде. Не было глаз. Напрасные слова, нет того же на суде. Эти кожаные штаны ты видела с этими золотыми вставками. Даже смелость иметь и выйти. Хотя это двухтысячные, но тогда можно было еще. Я бы хотел себе такие штаны очень. Потому что это такой типа Луи Виттон, Тире Дизель, что-то вот на этом. Вот такой, может быть, Том Форд. Селин еще, да. Извините, это я просто ушел уже в свою сферу. В свою сферу, блядь. В свою сферу. Ну извините, это первое, что попалось мне сейчас. Отстаньте. Ну душевненько так, под водочку, под селедочку, да. Ну хорошо, да. Я просто не фанат в такой музыке. А так спели бомба. Я желаю Елене Темниковой, чтобы для нее эта песня значила столько же, сколько в свое время для Александра Малинина. Эта фабрика звезда была. Хорошо, прям вообще суперспелая. Любой бывает и такая, какой она только что перед вами предстала. А бывает и такая, какой ее сейчас покажут наши полуфабрикаты. Громко, весело, задорно, динамично, драйвово. Поэтому я, с вашего позволения, дорогие, я станусь в фантере. Я все это время смотрю на Белевскую. Я не могу оторвать взгляда от ее статуарности. И она такая зажигалка, а так и не скажешь. Она в самом начале была такая, прям какая-то скромная. Глянь, Белецкая первая спохватилась. Если бы не я, не я, не я. Да? Да или нет? Да. Без микрофонов, насрабо. Не было б тебя такого, как сейчас. Счастливого такого. Если бы не я, не я, не я. Не было б тебя, тебя, тебя. Не было бы тебя, не я. Кто это у нас пел? Нет, почему это в голове? Либо эту песню пела Пугачева, либо Галкин. Либо они вместе. Ну, танец мы оценивать не будем, да? Мы не Егоры, дружинины. По крайней мере, пока что. Пока что. Ну, конечно, да. Такой, прямо концерт для мам в актовом зале шестого класса школы. Он похож на слово Гералаш. Вот именно на слово собой Гералаш. Как мне нравится она? Я не знаю. Либо это во мне стилист играет, что она прям такая модельная. Такая высокая, худая. Вот такая вся прямо ух. Нет, наверное, мне все же больше нравится ее энергия. Она какая-то очень энергичная. И не такая, как Савичева. А именно в тему. То есть не вот это. Без вот этого, то есть. Что без денег делает тебя богатым. Это любовь, о которых книжках ты читал когда-то. Это любовь. А ну-ка, ну-ка, ну! Что без денег делает тебя богатым, это любовь. О которых мишках ты читал когда-то, это любовь. Что без денег делает тебя богатым, это любовь. Мне Ираклий Песхалава напоминает очень блогера одного российского. Если вы знаете... Ибра... Нет. Не Ибрагим. Иль... Короче, канал называется Ибэр. Не помню я его имя, но очень похож. Прям очень похож. Это Любовь. Это первый хит, бездельно, условно, на первом канале. Надеюсь, исполнителям этой песни понравилась версия Фабрики Звезд 2. Вот она, Фабрика Звезд 2. Вы знаете, это последнее такое большое выступление. Где их 15? Уже в конце сегодняшней вечеринки, посвященной весне и любви. Кто был номинирован? Волкова. Вот она была, Фабрика Звезд 2. Какой ее стоит запомнить на этот момент? А что же сейчас поделывает Фабрика Звезд 1? Некоторые ее... Песхалава и чувак еще один. Они сильно поддерживают... Кристиан Лейних. Нет. Все остальные коллективы... Как-то группы Фабрика и Миша Гребещиковым. Ребята, поехали на фестиваль Евробест. Туда, в Афраке... Евровиден? Да, это был один из призов, который они выиграли. Один из главных призов Фабрики Звезд 2. Евробест это что? О, это какой-то местечковый конкурс где-нибудь в Портофино. Или в Гаграх. Сори, мне просто постоянно приходят всякие уведомления. Ну, они достойны были. Это правда. Я, конечно, за Бужилову был. Но Бужилова, она и так была у Матвиенко еще и до этого. Поэтому, окай. Канах. Ну, это как, наверное, Каннский фестиваль не считается, да? Шучу, шучу. Не думаю, что это их песня. Не думаю, что это именно их песня. Ну, в плане... Не думаю, что у них получится спеть именно настолько драйвово, как по-настоящему Уилл Иракли. С другой стороны, это просто кавер. Когда Иракли Патхалава, один из наших сегодняшних номинантов, услышал о том, что есть возможность спеть с Невы Грин, он сказал, можно, можно я? Это мой любимый коллектив, я очень люблю песню Everytime. И тогда ему не смогли отказать. Ой, Невы Грин меня бесит. Это вот знаете, один из тех исполнителей с какой-нибудь Патрисией Касс, с Ингрид, которые все думают, что это какой-то типа иностранец, а на самом деле он просто там из Швеции от... Ой, нет, господи, откуда он там? Ну, типа, Румыния, вот. И типа, блин, то, что он поет на инглише, не обозначает, что он прямо иностранец. То есть это не Бейонсе, не Риана, это не... Тут у меня еще, блядь, есть... Не Мадонна. Нет. Не Джордж Майкл. То есть у нас в России так люди научены, что если они слышат что-то на английском, то по-любому это... О, боже, о, боже, о, боже. А это может быть, ну, просто... Знаете, как было с Даном Баланом? Все думали, он... О, боже, он какой-то там англичанин, американец. По-русски швавит, блядь, с Румынии, или откуда он там. Сипа, камон, это не звезды вот такой величины. Ой, все, говнюсь, да? А еще я знаю про Нева Гринну, что он ужасный абьюзер. Он был женат на Полине Гриффис из Фак-Ой из А-студио. Вот, и пиздил ее. Она сама рассказывала, он ее абьюзер. Абьюзил очень сильно. Поэтому... Ред флэг. Get out of the stage. Веч. Хотя по внешности так и не скажешь, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Я не знаю, я как-то никогда не любила эту песню. Как-то... Такое... Какое-нибудь радио, хит-фм. Нет, не хит-фм даже. Радио Серебряный Дождь. Но это похоже на мой любимый стиль музыки. То есть этот вот, как я уже в том выпуске говорил. Такое, типа... Почти хаус-поп 2000-х. Вот этот вот бич-лаунж. Такое. Фэшн-сиди, короче, я это называю. Не помню я. Ну хватит меня ругать. Блин, с ума сошел прям на камеру. Плесающе. Простите, я уже спятил за этим концертом. Боже. Спасибо, что нахуй. Я вообще-то уверен, что с моим поведением у меня будут либо почитатели прямо бешеные, либо прямо хейтеры. Потому что у кого-то начнется опять этот мат, сигареты, алкоголь. Он похож на психонаркомана, а кому-то наоборот зайдет в моя честность. Вот, это то, что как вот я смотрю, так и говорю. Потянем время, потянем. Оправдываю сейчас, да? Должна достичь своего высшего предела и достигнет после рекламы на первом. Давайте. Сейчас, получается, будет номинационное, да? Блин, и лицо у этой девушки модельное очень. Вот скулы, вот эти губы такие прям очерченные. Она модель, ну, блядь, естественно. Она снимается в рекламе. Ты поступаешь так же, если не знаешь свой ВИЧ-статус. Касается каждого. И снова приветствую вас на первом канале в эфире Фабрика Звезд 2. Тема наша – весна и любовь. Но есть вот люди, которым среди всей этой весны и любви совсем не сладко. Блиц-интервью с номинантами. Ираклий Парцхалава, вот весна и любовь. Как ты с этим борешься или ты с этим не борешься на Фабрики Звезд? Как ты с этим живешь? Там же кавказская кровь играет. Слушай, там вообще мне кажется, что сложно. Несмотря на то, что окон в Звездном доме нету, но зато чувствуется, наверное, все хорошо. Юлия Волкова, следующая наша номинация. Особенно перейдешь. Скажи, когда ты узнала, что тебя номинировали? Вот после этого, как ты жила в сегодняшний день? Ой, она рассказывала в интервью, что она ревела прям. Страх и спокойствие. Страх и спокойствие. Она в интервью с Чуриковой год назад, она расплакалась. Нормально у нас номинанты. Ждала, но мы почему-то твоя сиба. И причем расплакалась о событии, которые было когда? Лет 20 назад. Дима Просковин. Дим, вот бывает, да? Загажай желания. Лина Арифулина ей сказала о том, что она... Что ты хочешь, чтобы сейчас произошло в твоей жизни? Господи, стереотип ходячий. Очень сложно так сразу сказать. Вот, и она заплакала даже. Остаться не хочешь? Я хотела бы, да, конечно, остаться. Я не помню его. Я хотела бы себе все-таки удачи помнить. Вот он, Агутин, вон тот. Действительно, это правильно. Удачи! И Волкова. Они для меня как-то, знаешь, были и были. Ай-шафты, которые... Ну, сначала, давайте посмотрим, каковы были мотивы у Пет-совета, когда они номинировали на выбывание Юлию Волкову. Эта фабрика, она какая-то женская прям, да? По-моему, даже в конце останутся одни девушки. Девочка у нас единственная среди номинантов, это Юлия Волкова. Я очень часто тоже волнуюсь. Нам очень прям девушка фоткана из клише. А, вот, а, из клише, да. У меня на самом деле очень небольшие конфликтные взаимоотношения с другими детьми. Да ты чё? Лёш, ты мелодия, ты умнишь? Я по ней, кстати, вижу эту, что она, она прям конфликтная, конфликтная дама. Это абсолютно точно является отражением того, что внутри Пет-совета. Я прям даже и не знаю, смогу ли сработаться с ней, если когда-нибудь меня позовут на съёмку стилизовать. Я прям боюсь. Она похожа на пассивно-агрессивную. Но ничего не говорю. Уже всё вылил, блядь, уже всё сказал. Я её не знаю, но с виду, да. После такого, конечно, профайла, досье... Я не помню её сольника вообще. Он нужен себе на помощь мужчину и лучше многих мужчин. Да ещё лучше, чтобы это были ровно-рочки, чтобы как поддержали, так поддержали. А. Блоксин, Мир Кузьмин и Юлия Волкова! Подожди, а где сольники? Что в том концерте сольников не было? Они какие-то каверы исполняли. Что здесь? Сольника ноль. Ну, хоть вживую, надеюсь. Давай, Юля. Панера. 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 У неё голос похож, знаешь, на кого? Кормухину. Чуть-чуть такое, а, такое вот, рокерское что-то. И не потому, что сейчас играет гитара. А такое, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я не профессионал, но я это слышал, потому что я любитель музыки и различной, поэтому я это, ну, просто как-то осознаю. У неё магнитный камушек в груди. Такое ощущение, как будто бы... Такое ощущение, что у Кузьмина фанера, а у Юли нет. Подожди. Это не фанера у Юли. У Волковой не фанера, у Кузьмина фанера. Ну да, в ней есть что-то такое рокерское. Да-да-да. Только мне кажется, что, конечно, либо спишем на волнение, либо на обиду. Сильнее надо было петь, сильнее. Прям, знаешь, из тебя прям выдать всё. Прям выдать всё. То есть не за семь морей, а за семь морей. Ну, вот, ну, вы понимаете, что я имею в виду. Вот типа этого только ещё сейчас, знаешь, прям вот, прям выдать. Я понимаю, что, возможно, она боялась, что если она выгрикнет сейчас и сделает такой прямо гробля, ну, я имею в виду вот этот вот стайл, то, возможно, она лоханётся, но здесь как бы либо пан, либо пропал. Это последний шанс. Видишь, если я не сплю, у неё... Видишь, даже... Даже... Еле слышно. А возможно, кстати, звук хуёво настроен. Подожди, а у Пирцхалавы это, получается, был номинанский образ? Ой, номер. Или... Дуэт. Ну, просто дуэт. Потому что если у Пирцхалавы был номинанский с Невагрином, то это нечестно абсолютно, потому что он под фанеру шпарил. О-о-о-о, понятно всё, Юля. Тут что-то прямо не пошло. Ну, за что я могу её похвалить? Это за стейдж-презенс. Она реально на сцене ощущает себя... По крайней мере, делает вид, наверное, что ощущает себя уверенно. Видишь, на сцене маме... Ну, ты всё уже... Ну, распидорасила её, как бы. Рок-н-ролльная весна, рок-н-ролльная любовь выглядит именно так. Владимир Кузьмин, спасибо вам за поддержку Юлии Волковой. Обратите внимание, пожалуйста, на плакаты Воронеж. Юля, с тобой Воронеж. Юля Волкова, держись. Это всё тебе. Спасибо, Владимир. Это был настоящий рок-н-ролл. А вот сейчас самое время... Юлечка, разреши, я тут с парнями тоже посижу. Самое время включиться в Москве. Можно уже начинать болеть за Ираклия. А, это был, значит, не номер, который номинационный. Заебись, ну, слава богу. Они нуждаются в поддержке родных городов. Вот если родной город не поддержит, никто больше так не поддержит. Кстати, юноши наши решили обходиться без помощи звёздных адвокатов. Они говорят, ну, не хотим мы петь со звёздами, потому что мы мужчины настоящие. Мы сами можем тебя защитить, в конце концов. Тем более адвокаты это дорого. Профайл. У них сейчас будут сольники? Если у них будут сольники, а у Юли с Кузьминым, то это странно. Да он вообще красавчик, он мне нравится очень. У него есть своё мнение. Вы явный лидер. Нет. Вот, ну, поскольку вы лидер, вы на виду. И к вашим мнениям прислушаются. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к самому себе и к тем высказываниям, которые вы говорите. Извините, пожалуйста, надо было почесаться. Надо было отлучиться там просто. Чему быть, тому не виноват. Мы всё более божья, как бы, да? Не буду рассказывать. Уйду, не умру. Конечно, мне будет не хватать, ребят. Безумно не хватает. Это танец, глупышка. Если это будут сольники, то я не верю в Бога больше. Не то, чтобы я верил. Вы видишь, она взяла и признала, что он сейчас, что блат у него. Бесил. Да уже и не стесняются даже. Что это? Лишай. Номинирован сейчас. Кстати, педагоги говорят, что факт номинирования сильно мобилизует человека. Ну, посмотрим. Дима Просковин. Дима Просковин. Ой, обожаю эту песню. Это Ди-лайт. Охуенная песня. Ну, типа так и я умею петь. Не надо. Это тоже блат. Потому что, судя по тому, как он спел сейчас, он не умеет петь. Я имею в виду как профессиональный. Только не говорите, что его взяли тупо из эмилирования. Ну, а теперь, друзья мои, господа и дамы номинанты, да поможет вам весна, любовь и парижская богоматерь, как сказал бы Квазимодо, будучи здесь. Иракли Перцхалава, Дима Просковин, Бэйн, Новый год! Они вместе, типа? Что это за формат? Я надеюсь, что с следующего концерта будут настоящие сольники. Там же были, там все сольники же пели, нет? Правда? Фанера. Фанера, это нечестно. Как бы я не любил, как бы я не хейтил Волкову, это нечестно. Это нечестно вообще. Бля, это вообще нечестно. А у меня всегда, когда есть какая-то несправедливость, у меня характер такой, что у меня всегда, типа, блядь, нет, 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 нет. Мне прям хочется в бой пойти. Потому что, видимо, как-то связано с детскими проблемами. Когда я прав был, а меня прямо газлайтили, что я не прав. Короче, блядь, это фанера, это нечестно. Бесят. Бесят. Блядь, обещают рай, свои объятия дай мне надежду, о, мое проклятие. Паприка-звезд, значит, называется, да? Паприка-звезд, значит, называется, да? Короче, я надеюсь, что он уйдет, а Волкова останется. Потому что Волкова хотя бы вживую пела. Блин, меня эти смущают. А Вейник что здесь забыл? Вот что он здесь забыл? Ну, нечестно все это. Вообще, нечестно. Меня раздражают. Вот Лениха, короче, вместе с Ржевской на урок попадания в фанеру. Что он, что она вообще под фанеру петь не умеют. Вообще. Я не понимаю, и полз? То есть и песня вся, вот, то есть я состою в зле и не хожу. Че, кому вообще? Это вот какая-то мальчуговская группа из моих страшных снов. Это вот где-то в параллельной реальности группы Эмсин. Джинсы охуенные у Лениха, это правда. Похоже на турецкие, но в этом и прикол. Это очень странно. Поставить перед Скалаву с Невергрином перед, прямо перед номинацией, перед выступлениями номинантов, дать петь Волковой вживую, хуёво настроить микрофон ей, а потом взять, и чтобы два остальных номинанта спели вдвоём, ещё и Лениха в пехнике. Это самое неправильное, что я видел на фабрике звёзд. Этих господ судьба решается. Правда, им тоже к цыганке не стоит обращаться, потому что судьба у них решится. Когда там заканчивается? Уже бейте меня всё. Всё раздражает. Сразу после весна мы на первом канале. Мы поймём, с кем из них мы прощаемся, а с кем не расстанемся ещё некоторые. Слушай, все карты ведут к тому, что уйдёт Волкова. Просто как будто специально это была подстава. Если только её не спасут телезрители. А спасут, скорее всего, и Раклия. Сто процентов. Ты поступаешь так же, если не знаешь свой ВИЧ-статус. Касается каждого. Я думаю, что Волкова удел. Добро пожаловать снова на фабрику звёзд 2. Мы работаем в прямом эфире Первого канала. Несмотря на то, что тема у нас сегодня очень позитивная. Весна, любовь, возрождение природы, романтика. Какая-то всё-таки червоточинка во всём этом присутствует. А именно, вот они трое. Трое кандидатов на уход. Они сейчас находятся на грани. И только судьба и случай могут решить, с кем мы из них попрощаемся. А кого команда фабрики звёзд 2 снова примет в свои групповые объятия. Итак, ещё раз представляю вам их. Друзья, я хочу понять, за кого вы болеете. За Ираклия Перцхалау! За Люли Волкова! Или за Диму Просковина! У Волкова лицо как будто бы всё. и пристрастие зрителей в этой студии. Либо это просто волнение такое сильное у неё. И пристрастие телезрителей по всей стране, которые всё это время, с тех пор, как вы были номинированы, звонили и голосовали за вас. Давайте посмотрим. С другой стороны, второй Юли Волковой. Всё в бизнесе не надо. Ой, мы Просковина защитили? Что? Чего? Это неправда, неправильно, не нужно. Я хочу удалить этот выпуск с Ютуба. Это очень странно, я был уверен, что спасут Перцхалаву. Ну всё, получается, в Волкова сто процентов уходит. У нас есть такое правило. Спасён, будь добр. Против Вовы чумы не попрёшь. Большое вам спасибо, ребята. А теперь, Дима, возвращайся к людям, с которыми теперь тебе предстоит... Это тупо издемилирование. Я уверен. Спасибо через зрителям. Типа, они подумали, ой, блин, он такой моднявый. Да, ну и выбор, товарищи. По половому признаку выбирать, это, конечно, глупо и ограничено. Но Юлия Волкова и Ираклий Перцхалава теперь нуждаются... Глупо и ограничено, это ваше шоу вообще-то. Как команда проголосует, так оно и будет. Итак, господа, вот вам микрофон. Проходи, Кристиан Лених, к нему и отдавай свою звёздочку тому, кому хочешь. Вау. Тому, кому, как так получилось? Я не могу отойти. От Квазимона. Я отдаю свой... Нет. Я отдаю свой голос Ираклии. Простите, но я ничего не могу сказать больше. Миша Решетников. Скажу одно. Геносуале. Иракли. Это, наверное, и всё, что Миша знает по-грузински. Лена Тёмикова. Мне очень стыдно, потому что друзья, как я ценю преданность, но я знаю, что отдать звёздочку... Отдаться Лёше Семёнову? В 16 лет можно, да, Лена? Вырежете. Ай, я не умею вырезать, поэтому... Маша Ржевская. Ираклия, я тебя очень-очень люблю, но всё-таки я думаю, что я дам Юльке звёздочку. Судя по всему, пока 2-2, но это ещё не вся команда отдала свои голоса. Марианна Милецкая. Но Юля уже знает, что она уйдёт. Очень тяжело сделать выбор. Это видно. Я люблю и Юлю, и Ираклию, я очень к ним привыкла. Они оба очень талантливые люди, и оба достойны остаться в нашем доме. Я вот сейчас говорю, до сих пор не знаю, кому я дам эту звёздочку. Всё, вот та сегонка, в которой ты должна принять решение. Марианна, соберись. А, даю Ираклию. Дальше! Генла Магутин. Ну, естественно, Иракли. Ну, блин, тут как бы гадалки не хватит. Я даю эту звезду Ираклию, достойно себя. Полина Гагарина! Я безумно люблю Юлечку Волкову, но с Ираклием, я очень хочу спеть дуэтом. Поэтому... Не споёте, не льсти себе. Льсти себе, господи, что? Да, я иногда говорю очень рандомные вещи, это понятно. Нет, Яна, спасибо, профессиональность в Иракли. Вот это шейф, профессионализм, Иракли. То есть Юля вообще, то есть, бы тут и не летала. Юля Савичева! Второй Юля здесь не может быть, поэтому Иракли. И каждый по-своему интересен, каждый человек здесь... Она всегда отвечает как пионер прямо. ...вечность, которая работает своими талантами, каждый здесь очень талантлив. И я просто с закрытыми глазами, я не знаю, кому её отдать, но я с закрытыми глазами! Чё это? Они могут истолковаться-то по-разному. Это бред накачанный, принадлежит Иракли. Как это бред, Шарлэл? И всё-таки я хочу, чтобы всем высказать. Я тоже очень переживаю. Я хотела отдать свою звезду на дом, на дом, на дом, на дом. ...очень талантливые, и они заслуживают... Как на 16 лет так разговаривать, я не понимаю. ...в нашем доме, в доме звёзд. Вот, так ещё не уверенно, но тем не менее. Вы знаете, Юлечка, ты очень талантливый человек, у тебя большое стремление. Но вы понимаете себя. И я думаю, что у тебя дальше будет это стремление. Но я, наверное, лучше отдам эту звёзду Ираклию. Звёзду. Ты видела это лицо в локвы? Я вижу, что Иракли с нами остаётся. Я безумно этому рада, потому что это человек... Господи, отвалит меня. Вы видели это? Ну же, отойди. Но рассказ она уже специально даёт звезду. Я типа, чтобы ещё не обижать. Ой-ой-ой. Юля! Да. Спасибо. Спасибо студии за поддержку. Спасибо вам большое. Потому что у Юли всего 4 звезды. Вообще, по-честному, надо было выгонять Прасковьина. Стоп и целая. К сожалению, а может и к счастью. По таланту. Спасибо. К сожалению, для Юли. Больше чем у неё, поэтому... Ну, про честность я уже не говорю, ладно. С Юлией Волковой. Я не знаю, теперь без тебя будет там, Юль, творится полный бардак в доме. Потому что мыть посуду они без тебя не будут. Убираться. А чем это нужно, если Волковой нет? Знаешь что, Юль? Вот, несмотря на то, что ты уходишь, весна твоя и любовь твоя всегда останутся... Весна пирогами красна. Это музыка. А музыка и ты, Юлия Волкова, это синонимы. Я тебя благодарю за то, что ты была с нами. У тебя есть слова, которые ты можешь сказать педагогу Фабрики звезд. Вот Воронежу всему, который делегировал депутацию сюда к нам в студию. Я не имею права сейчас позволить тебе общаться с ребятами. Иди! Ты с вами... Яна Тюрикова Геббельс. Я не имею права тебе позволить общаться с ребятами. Все, уходи в темницу. В общем, ребята, это был вот такой неоднозначный для меня отчетный концерт Фабрики звезд. Мне показалось, это очень не по-человечески. Мне показалось, это очень непрофессионально сделать такую номинацию и дать одному петь без фанеры, а вторым вдвоем так еще и Лейниха туда же за хуй. подцепили. В общем, для меня это несправедливо. Но факт остается фактом. Прошлое не можем извинить. Я не знаю, как я сегодня вообще усну с этой информацией, с этой несправедливостью. В общем, если вам понравилась эта реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайкос, пишите в комментариях, что вы думаете об этой ебаной несправедливости. Я не могу, у меня прям нет. В общем, и подписывайтесь на бусти мой. Внизу находится ссылка. Также донатим мне на реакции. Если хотите мне просто задонатить на что-нибудь, то тоже внизу ссылки. Все, пока. Бля, мне так обидно. Мне прям обидно за Юлю. Спасибо.